приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня приготовим очень интересный сырок последнее время мы увлеклись сырами которые не экспортируются с территории там где их производят французский пикантный сыр булет де овен производится в районе деревушки овен ну как бы очень много сыров названы по месту где их производят сыр бывает двух видов молодой сыр можно употреблять в пище уже на третий день после приготовления выдерживают сыр для того чтобы получить выдержанный сыр в течение от месяца до трех сыр просто фантастический и по внешнему виду и по своему фонтану просто вот как говорят вулкан вкуса сейчас подробно потом расскажем вы поймете почему если вы готовили вместе с нами сыр бильпер к ноле и пробовали насколько это вкусно и насколько это классно то этот сыр вам тоже точно понравится сыр очень простой в приготовлении особо даже никакого оборудования не надо можно приготовить на обычной кухне итак поехали в первую очередь разберемся с ингредиентами в первую очередь расскажу о молоке если вы планируете сыр употреблять только свежим виде молоко пастеризовать не обязательно можно готовить из сырого фермерского молока если вы готовите сыр с расчетом на то что будете делать его как ну вот мы сейчас будем делать два вида один будет будем делать молодой сыр 2 выдержан и отдельно через месяц с ним дегустацию таком лучшие случае молоко лучше пастеризовать так как мы будем носить культуры плесени для пастеризации молока ну можно купить готовое магазинное молоко пастеризованное только не покупайте ультра пастеризованное и молоко длительного хранения для пастеризации обычного фермерского молока нагреваем его на водяной бане до температуры 65 градусов делаем паузу 15 минут потом как можно быстрее охлаждаем и так с молоком разобрались теперь о специях в этом сыре используется очень большое количество специй в первую очередь паприка по классике паприка используется сладкая я взял три части ну грубо говоря 75 процентов сладкой паприки и одну часть 25 процентов острого перца чили это если вы любите остренькое вот я остренькое люблю поэтому использовали сделали такую смесь нам понадобится экстрагон петрушка черный перец и молотая гвоздика все специи я на кофемолке перемолол до состояния пудры и рекомендую также сделать потому что петрушка и экстрагон достаточно крупные в обычном состоянии вообще все количество специй и точный пошаговый текст и текстовый рецепт вы найдете в описании ролика также нам понадобится гималайская розовая соль можно использовать обычную поваренную соль среднего помола и теперь у о заквасках расскажу для приготовления булет дэвен нам понадобится мизофильная аромообразующая или газообразующая закваска понадобится молокосвертывающий фермент и в том случае если вы будете готовить сыр длительного срока вызревания то под понадобится культура плесени пенициллином кандидиум также понадобится хлористый кальций о нормах внесения расскажу чуть позже все эти ингредиенты возможно купить в интернет-магазине сырок.com.ua очень классный интернет-магазин с хорошей качественной продукцией то есть в основном французские и итальянские ингредиенты для приготовления сыров продает как по отдельности все ингредиенты так и сырные наборы вы можете купить уже готовые скомплектованные наборы по рецептам для приготовления того или иного вида сыра при заказе 200 гривен доставка вам будет совершенно бесплатная по территории украины также интернет-магазин работает отправляет свои товары страны снг теперь друзья если молоко мы используем сырое его надо процедить через марлечку если мы пастеризовали молоко то мы его обязательно ну как бы мы его предварительно уже процедили и переливаем его в емкость которой будем нагревать эта емкость у нас это мармит вы его видели во многих наших видео можно использовать классическую водяную баню для нагрева молока очень не рекомендую использовать но нагревать молоко именно непосредственно на плите лучше всего использовать водяную баню после того как мы перельем молоко надо нагреть его до температуры 30 градусов после того как нагрели молоко до температуры 30 градусов в первую очередь внесем 10 процентов раствор хлористого кальция нормы внесения раствора следующие если молоко не пастеризованное вносим один миллилитр десяти процентного раствора на литр молока если молоко пастеризованное вносим из расчета 34 миллилитра раствора десяти процентного хлористого кальция на каждый литр молока у меня здесь 5 литров молока поэтому отмерю 20 миллилитров после того как хлористый кальций внесем перемешаем молоко движениями сверху вниз для того чтобы хлористый кальций хорошенько перемешиваем чтобы он распределился по всему объему молока оставляем молоко минуты на три на четыре хлористый кальций подготовил нам молоко к внесению закислению короче после внесения хлористого кальция разведем нужное количество молоко свертывающего фермента в 50 миллилитрах кипяченой воды охлажденной до комнатной температуры независимо от того у вас сухом виде или в мокром виде фермента в виде жидкости все равно разводите его с водички хлористый кальций отработал вносим на поверхность молока культуру плесени независимо в каком в какой последовательности и мизофильную газообразующую закваску и оставляем регидратироваться сразу не перемешиваем оставляем регидратироваться на несколько минут вот очень качественные французские закваски у сырка сейчас работать с ними одно удовольствие и плесени очень качественные оставляем на 2-3 минуты чтобы культура регидратировалась 3 минуты хорошенько перемешаем опять же таки друзья вот такими движениями вверх-вниз чтобы распределить бактериальные культуры по всему объему молока далее вносим молокосвертывающий фермент растворенной водички еще раз перемешиваем накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на 12 14 часов ну то есть это фактически сейчас уже вечер завтра утром мы с вами продолжим готовить булет де вен сыр получится просто фантастический на следующее утро у нас вот такая вот картина сгусток сформировался и полностью утонул в сыворотке теперь проводим следующую операцию берем марлечку моем случае органза естественно все продезинфицировано мы обдали это кипятком и перекладываем сюда вот так вот кусочками весь сгусток надо его размять таким вот образом выход сыра получается достаточно большой из 6 литров как у меня получился дуршлаг полный и здесь еще остался сгусток сейчас приготовлю вторую такую же конструкцию чтобы его отсидеть теперь смотрите по отсаживанию если вам к примеру надо уходить на работу то прямо в этой конструкции можно поставить на день в холодильник если у вас сегодня выходной никуда не надо идти то можно вот так вот взять за края эту марлечку чик подвесить над раковиной если делаем это над раковиной в подвешенном состоянии то стекать сгусток будет ориентировочно 3-4 часа если в холодильнике на это уйдет целый день мы в нашем случае помещаем в холодильник а вечером будем готовить уже полностью сырочки наш сырочек 5 часов стекал и получилась вот такая вот кучка чик ой там сыворотка оказалась можно его размять отлично пастообразный сыр добавляем сюда специи которые мы приготовили вчера нам начали соль гвоздику молотую черный перец петрушку молотую и вот эту штуку я забыл ларис как она называется не помнишь эстрагон вот эстрагон все это тщательно перемешиваем после того как вся масса перемешана приступим к формированию сырочка такое вот это количество там много наверно как теннисный мячик надо размером вначале формируем шарик а потом из этого шарика лепим конус ну идеальный конус у меня не получится но я смотрел фотографии этого сыра поверьте конусы у всех далеко не идеальные но в плане у этого сыра там где он делается хорошенько обваливаем все это дело в паприке чтобы паприка образовала толстый вкусный слой чтобы нигде у нас не было никаких пробелов вот как то так и на дренажный коврик на просушку эту красоту лю давайте еще один слей теперь же надо их сделать примерно более менее одинаковые что достаточно сложно влепливаем шарик и потом формируем из шарика конус почти одинаковый получился обваливаем готовый конус опять таки в паприки качественно варю обваливаем можно так и теперь можно доформировать все равно немножко просядет в процессе сушки сейчас срок будет сушиться в общем друзья чтобы долго вас не напрягать сейчас я налеплю остальные конусы и после этого расскажу какой у нас дальше будет процесс вот получилось у меня восемь булетов семь побольше и один поменьше теперь смотрите друзья оставляем их сохнуть при комнатной температуре прям вот так вот на дренажном коврике где-то на двое суток пока перец видите он сейчас начал намокать вот видно здесь еще сухой а здесь он уже намок пока перец полностью не высохнет и не создаст сухую корочку если где-то вот надо будет подсыпать я завтра возьму его еще сыр немножко подсохнет еще вот там где есть пробелы перца еще разочек обваляю в перце ну в паприке и через два дня мы его продегустируем 4 штуки мы будем ну как бы использовать свежее продегустируем и как бы на этом рецепт закончен а 4 штуки оставим на созревание и через месяц сделаем еще одно видео с дегустацией созревшего месячного булета и так через два дня встречаемся на дегустации в этом же видео через три дня булет дэйвен высох и в принципе готов к употреблению давайте разрежем его посмотрим какой он внутри о то что надо сейчас покажу крупный план как видите паприка немножко пропиталась толщу сыра и создала такую ну вот как ореольчик интересный и в то же время сыр покрыт плотной достаточно сухой корочка из паприки давайте пробовать друзья ну что попробуем что за зверь наш булет дэйвен интересно я очень ждал бильпер к ноли когда мы делали потрясающий сыр получился ну аромат просто фантастика друзья это нечто нежнейший сыр с таким ярким вкусом это вообще бомба ну я вот кстати добавить чеснока и получится бильпер к ноли только красный просто бомбезный реально очень вкусный он очень нежный вот такой вот ну как твердый сливочный сыр за счет специй за счет корки из паприки это нечто обычно по классике жанра булет дэйвен чуть не назвал его бильпер к ноли съедается вот таком вот я в свежем виде но мы пойдем дальше штучки 3 мы съедим в свежем виде а 4 штучки отправим на созревание созревать он будет у нас два месяца смотрите я беру вот такой вот контейнер и помещая его в холодильник или в камеру для созревания сыров то есть идеальные условия обычно озвучиваю это 9 11 градусов цельсия плюс и влажность 80 85 процентов так как мы помните добавляли культуру белой плесени через неделю где-то на сыре вырастет корочка белой плесени после этого берем аккуратненько марвичку или поролончик смачиваем в темном пиве желательно в портере и вытираем эту корочку стараясь то есть сыр будет покрыт тонкой корочкой белой плесени смачиваем тампончик пиве и вытираем корочку стараясь не разрушить слой паприки таким образом после этого протирания плесень будет не белого а такого ярко оранжевого цвета ну в общем как то так друзья через месяц мы покажем дегустацию этого сыра который у нас будет со сроком созревания месяц а сейчас с удовольствием вам представляем рецепт свежего булет де вен срок потрясающий готовится проще пареные репы как вы видели но и он фантастический опять же такие вот последнее время меня больше тянет готовить те сыры которые не экспортируются к нам то есть допустим у нас магазинах полно сыров всяких голландской группы и так далее а вот таких вот сыров как вот этот вот как бильперк ноли допустим у нас в магазинах не купишь поэтому попробуйте приготовить этот замечательный сырок помимо того что он готовится просто выглядит он просто ну как фантастика какая-то вот он мне нравится я в него реально влюбился он потрясающе и он реально очень очень вкусный друзья готовьте сыр если есть вопросы задавайте в комментариях на все комментарии мы с ларисой обязательно ответим ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал обязательно делитесь со своими друзьями и знакомыми нашим видео нам очень важно чтобы наше видео посмотрело как можно больше людей и чтобы как можно большее количество людей перестала покупать всякую дрянь которая называется сыром в магазине а начала готовить свой сыр а мы вам показываем что это действительно просто делайте буллет для вен всего доброго пока пока пока